Говорит Черкесск В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Качество предоставления бесплатного горячего питания учащимся, а также работы системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» проверили в республике. Группа компании «Домотэ» в этом году планирует нарастить объемы производства «Баранины» в Северокавказском федеральном округе. Ученик 11 класса 7-й школы Черкеска Марк Дорохин вышел в финал теле и викторины «Умники и умницы» и Карачаича Кесева вышла в финал Всероссийской туристской премии «Russian Travel Awards» в номинации «Территория горнолыжного туризма». Далее подробности. Глава Карачаича Кеси Рашид Тимрезов поздравил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, генерального директора компании «Газпрома Межрегионгаз» Сергея Густава, в их лице ветеранов и всех работников отечественной газовой промышленности с 30-летием «Газпрома». Руководитель региона назвал компанию бесспорным лидером по запасам, добыче и поставкам природного газа. Неизменно демонстрирует высокий профессионализм, ответственность и надежность. Подчеркнул ее социальную ориентированность. Глава Карачаича Кеси отметил помощь компании в реализации поручения президента страны по социальной догазификации. Программа позволяет подводить газ непосредственно к дому, совершенно бесплатно для граждан. В конце прошлой недели в Карачаевске глава Карачаича Кеси Рашид Темрезов провел совещание с мэром городского округа Маратом Урусовым и главой администрации Карачаевского района Спартаком Кущетеровым. Главы муниципалитетов рассказали руководителю региона о планах развития территорий на текущий год. В настоящее время здесь строится большое количество социальных объектов. В Карачаевске это стадион, Ледовый дворец, парк «Зеленый остров», благоустройство улиц и придомовых территорий. Из ключевых объектов в Карачаевском районе ремонт дороги Карачаевск-Хурзук, начало газификации Учкуланского ущелья, ФАП, физкультурно-оздоровительный комплекс в Учкулане и строительство Карачаевского группового водопровода. Оба муниципалитета активно участвуют в программах по развитию первичного здравоохранения и капитального ремонта школ. Рашид Темрезов поручил руководителям лично контролировать срок и качество работ. Глава подчеркнул, что в первую очередь главам необходимо приложить максимум усилий для развития реального сектора экономики, поддержки предпринимательской инициативы. Качество предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, а также работу системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» проверили в республике по итогам установочного совещания с участием заместителя полномочного представителя президента России ВСКФО Максима Владимирова. Выездные контрольные мероприятия прошли в 12 школах Карачао-Черкесии. На составшемся итоговом совещании было отмечено, что грубых нарушений санитарного законодательства в рамках предоставления горячего питания не выявлено. Напомним, в республике бесплатное горячее питание обучающихся по образовательным программам начального общего образования организовано во всех 174 школах. Кроме того, с начала текущего года бесплатным горячим питанием в школах региона также будут обеспечены дети с ограниченными возможностями здоровья. Относительно работы систем АПК «Безопасный город» на совещании сообщили, что на сегодняшний день в республике установлено 93 сегмента регионально автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Это позволило повысить охват оповещаемого населения автоматизированными средствами до 75%. В этом году планируется продолжить строительство и модернизацию системы оповещения и дальнейшее развитие и совершенствование системы 112, введенной в эксплуатацию в Карачаевской кейсе в прошлом году. Возможности нейрохирургии нужно развивать и в регионах. Это подчеркнул главный внештатный нейрохирург Министерства здравоохранения России Владимир Крылов, который посетил Карачаевскую кейсию с рабочим визитом. Он обсудил с коллегами из нашей республики развитие нейрохирургии в стране, ее нынешние возможности и самые современные методы лечения. Владимир Викторович рассказал врачам Республиканской больницы о развитии отечественной сосудистой хирургии. После этого визита мы, конечно, ставили акцент на дальнейшее развитие нейрохирургической службы. Прежде всего, современных методов диагностики и выскоточных методов хирургического вмешательства. Снова говорили о возможностях сосудистой нейрохирургии и необходимости внедрения в практику нейрохирургии оперативных вмешательств при фармаконистентных формах эпилепсии. Такая социальная форма заболевания, которой операция является наиболее эффективной и значимой. И нам очень важно развивать эти два направления в регионе Северного Кавказа. Группа компании «Домате» в этом году планирует нарастить объемы производства баранины в Северокавказском федеральном округе до 18 тысяч тонн. К 2024 году компания планирует выйти на производственные мощности до 25 тысяч тонн баранины в год. Достичь таких объемов поможет экосистема по поддержке фермерских хозяйств. Компания создает экосистему по поддержке фермерских хозяйств для производства мяса овец, включающий в себя комплекс сервисных услуг по кормлению, ветеринарии, поставке генетического материала и сопровождению финансовой деятельности на основе долгосрочных контрактов. Предприятия заключают с фермерами долгосрочные договоры, по условиям которых сервисная компания «Домате» оказывает хозяйствам ресурсную и экспертную поддержку, а их специалисты советуют и предоставляют услуги в области ветеринарии, генетики и селекции. Хозяйства в свою очередь являются сырьевой базой проекта и поставляют «Домате» определенное количество продукции по выгодным ценам. На сегодняшний день компания обслуживает более 50 фермерских хозяйств, 6 тысяч гектаров фермерских пастбищ и 90 тысяч поголовья овцематок. В перспективе создание 2000 семейных ферм, с которыми готова работать «Домате» по системе контрактного фермерства. Средний заработок одной семейной фермы должен составлять от 3 до 5 миллионов рублей в год. Оригинальное отделение социального фонда уже перечислило первые социальные выплаты, которые правительство страны установило для медиков с 1 января этого года. На сегодняшний день средства перечислены более чем 900 работникам первичного звена здравоохранения, центральных районах и участковых больниц, а также сотрудникам станции отделения скорой помощи. Общая сумма надбавок превышает 7 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник управления реализации социальных программ и страховых выплат отделения социального фонда России по Карача-Чекесе Ирина Машкова. Настоятельно обращаться в клиентские службы фонда, подавать заявление или предоставлять справки нет необходимости. Отделение социального фонда перечисляет средства в течение 7 рабочих дней на банковские реквизиты, которые направляются медицинскими организациями в адрес социального фонда. Новая выплата полагается медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральным районам, районам и участковых больниц, а также работникам станции скорой и медицинской помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Медицинские организации направляют электронный реестр сведений на работникам, в котором эта выплата полагается, в которых указаны сумма, которую необходимо перечислить работнику, а также банковские реквизиты, необходимые для перечисления специальной социальной выплаты. Карачао-Чекесия вышла в финал Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards в номинации «Территория горнолыжного туризма». Регион презентовал свой туристский потенциал и перспективу развития горнолыжного туризма на финальных мероприятиях премии, прошедших в эти дни в Санкт-Петербурге. Перечень финалистов был определен на основании профессиональных туристских конкурсов и рейтингов, а также предложения от профильных комитетов Российского союза туриндустрии. Карачао-Чекесия вышла в финал по итогам первого этапа премии и рекомендации национальной премии «Горы России». В Республиканской государственной филармонии Черкеска полностью завершен капитальный ремонт. Масштабные работы произведены на главной сцене республики впервые за период существования с 1907 года. Вопросом создания для всех категорий граждан комфортных и безопасных условий пребывания было уделено максимально пристальное внимание. Ремонт состоялся в рамках нацпроекта «Культура». Обновленное очередение, как и предполагалось, стало достопримечательностью города и позволяет проводить мероприятия высокого уровня. Реконструкция здания стала самым большим и комплексным проектом в сфере культуры в последние годы. Здесь проведена реновация всего здания, созданы новые условия для артистов и зрителей. Кап-ремонт всего здания общей площадью около полутора тысяч квадратных метров длился ровно год. Продолжение следует... В преддверии празднования Дня защитника Отечества учащиеся и педагоги воскресной школы Никольского собора Черкеска поздравили ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Петровича Солнышкина, которому в январе исполнилось 103 года. Дети передали Афанасию Петровичу молитвослов, цветы, сладости, свои поделки, спели военную песню и пообщались с ветераном за чашкой чая. Афанасий Петрович рассказал воспитанникам воскресной школы о своем жизненном пути, а также дал детям совет слушаться своих родителей, всегда трудиться, любить свое дело, семью, родину и ценить каждый свой день. Афанасий Солнышкин родился в 1920 году в станице Наурской Чечено-Ингушской области. В начале 1942 года был призван на фронт. С ноября того же года служил в 77-й стрелковой дивизии 239-го артиллерийского полка. С 1942 по 1943 год был участником битвы за Кавказ в должности командира разведки. Освобождал Севастополь, а также Крым в 1943 году. Во время войны получил ранения. В 1944 году участвовал в освобождении Симферополя и Калининграда. В 1945 году вернулся с фронта, награжден Орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Орденом Красной Звезды, медалью за оборону Кавказа, а также юбилейными медалями к 20, 30, 40, 50 и 60-летию победы в Великой Отечественной войне. За проявленный героизм, самоотверженность и большой вклад в дело защиты Отечества, ветеран Великой Отечественной войны Афанасий Солнышкин. Также награжден главой республики Орденом за заслуги перед Карача Чиркесией. В Технологическом колледже Чиркеска открыли именную парту героя, участника спецоперации на Украине, посвященную памяти нашего земляка Кирилла Конорезова, который трагически погиб в марте прошлого года. Кирилл посмертно награжден Орденом Мужества. Он выпускник полицейского класса лицея номер один из Джигуты. После поступил в Технологический колледж, где обучался профессии спасателя. В 2020 году был призван в армию. После прохождения срочной службы подписал контракт по должности водителя первого отделения взвода подвоза боеприпасов роты обеспечения 34-й отдельной мотострелковой бригады, в составе которой он и отправился на Донбасс исполнять овенский долг. Героический погиб 29 марта прошлого года в июне указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность награжден Орденом Мужества уже посмертно. Горечь утраты и одновременно гордость вместе с семьей, педагогами и студентами колледжа в этот день разделили почетные гости. Ученик 11 класса 7-й школы Черкеска Марк Дорохин вышел в финал известной интеллектуальной теле викторины «Умники и умницы». Марк принял участие в записи для эфира полуфинальной игры. Его соперниками на этом митапе были 12 сверстников. Мурат Бабоев в качестве теоретика получил орден. Вопросы викторины касались жизни и творчества Александра Николаевича Островского. Напомним, школьники из Черкеска Марк Дорохин из 7-й школы и Мурат Бабоев из 9-й гимназии представляют Карачаево-Черкесию в полуфинале Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы». По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснением погода, местами осадки, снег, мокрый снег и дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду при порывах до 15-20 метров. Температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла на дорогах Республики Галалидица. В горах местами минус 2,7, сохраняется лавина опасности, и порывы ветра достигнут 23-28 метров в секунду. В Черкесии днем без существенных осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду при порывах до 15-20 метров. Столбик термометра поднимется до 6 градусов выше нуля утром на дорогах Галалидица. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова